В этом ролике мы сломаем один стереотип, так плотно осевший в наших умах. Заинтересовало? Тогда устраивайтесь поудобнее и смотрите это видео до конца. Эта история прямиком из Китая, родины кунг-фу, чайных церемоний и многих других интересных и необычных ассоциаций. Более 20 лет назад семь закадычных подружек, как-то проводя своё время весело и шумно, в шутку пообещали друг другу, что в старости съедутся жить вместе, чтобы остаток своих дней провести в обществе друг друга. Ну-ну, подумаете вы, женская дружба недолговечна, лёгкий фактор порушит все эти планы. Да и ни одна девушка, скорее всего, не приняла это всерьёз. Время шло, но все семеро подруг всё так же продолжали поддерживать дружбу и часто устраивали посиделки, как в молодости. И вот в один из дней, вспомнив своё старое обещание, они зашли в интернет и тут же нашли дом площадью 700 квадратных метров в округе Гуанчжоу. Переглянувшись между собою, они вдруг поняли, что их шутка вполне может воплотиться в жизнь, и для таких сумасбродных планов у них есть всё, что нужно. Скинувшись равными суммами, женщины приобрели величественный особняк, некогда бывший самым обыкновенным домом из красного кирпича и очень умело в итоге преобразованный. На дом подруги потратили 580 тысяч долларов, которые вскоре превратили в своё женское поместье. Удивительным было также окружение их нового общего жилья. Красивые холмы с лесами и фруктовыми садами раскинулись вокруг трёхэтажного коттеджа. Местность как будто говорила, что это самое удобное место для безмятежной и беззаботной жизни. Первый этаж они оборудовали как гостиную, здесь они проводят всё своё свободное время, а также принимают гостей. Рядом находится и кухня, где они по очереди готовят пищу. Два этажа заняты семью спальнями, по одной на каждого домочадца. Женщины подошли со вкусом, когда создавали интерьер для своего уголка. Мебель они брали под заказ с Инди и Марокко. Удивительно, как же семерым женщинам удалось договориться между собой и распределить комнаты так, чтобы все были довольны. Также подруги, как, наверное, и все китайцы, обожают чаи и чайные церемонии. Из своей любви к этому чудному напитку они даже сделали красивый павильон, находящийся вне здания, но соединённый с ним искусно выложенной деревянной тропой. Подруги нарочно выбрали дом, стоящий на таком одолении от ближайшего города, чтобы на автомобиле до него можно было добраться как минимум за час. Вокруг немного соседей и довольно-таки пустынно, но женщинам точно не будет скучно в своей выдержанной годами дружной компании. А вы всё ещё считаете, что женской дружбы не существует? Напишите в комментариях своё мнение. Если вам понравился этот забавный сюжет, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов. Пока!